В 2015-м идет столкновение коза и бык. Само столкновение означает, что нужно быть осторожным с позвоночником, особенно если у вас есть коза, бык или собака в карте Бодзи. В целом возможны переломы не только позвоночника, а других костей тоже. И также Вэй и Чоу это отравляющее столкновение, означающее проблему с желудочно-кишечным трактом. То есть, если у вас в карте есть Бодзи, допустим, Чоу или Вэй и Чоу еще лучше, тогда нужно в 2015-м быть осторожным с экстремальными видами спорта. Мне кто-то в комментариях написал, что у нее, у мужа есть то ли тройное наказание, то ли Вэй и Чоу, то ли что-то такое. Почитайте на сайте 2015-то, по-моему, это есть. И в каком-то году, когда был третий зверек из этого наказания, парашют не раскрылся и как-то, ну как-то он выжил. Может, чуть-чуть раскрылся. Я на самом деле знаю, нет, я знаю человека, да, у него раскрылся, но слишком поздно. Он тоже выжил. Знаю одного человека, который он не раскрылся, который не выжил. Ну, я знаю, да, такие случаи интересные бывают на самом деле. И у нее, у дочки в предстоящем году что-то такое. Тоже наказание задействовано. Вопрос, что делать? Что делать? Вы находите месяц, во-первых, весь год, если у вас задействовано, как, например, вы бык, приходит год козы. Или у вас есть коза и бык в вашей карте бадзы. Вы весь год по возможности минимально занимаешь экстремальными видами спорта. Если вы едете кататься на лыжах, не нужно лезть на самую большую горку. Нужно с маленькой кататься. Во всяком случае, если что-то сломаете, не шею, а ногу. Окей? И нужно в месяцы быка и козы, это что у нас, январь и июль, не заниматься экстремальными видами спорта. И нужно быть осторожными в часы быка или козы. Это у нас что? Это с часу до трех дня и с часу до трех ночи. По местному времени, я все смотрю по местному времени. Нужно быть тоже осторожным.